С Богом! Продолжим! Глава номер восемнадцать. Глава восемнадцать. Из книги «Рок на русских костях» В. Колина. Любимый сон. Стронг-рок-бит. Иногда бывает ощущение, Что все это происходит не со мной, А сам Ада Гай. Музыка превратила жизнь В сплошную chains of love Удивительных событий. Неведомая добрая сила Все время вытягивала меня Из дыры в асфальте на свет Божий И грела душу. Как бы говоря, ну-ну, не бойся, мальчик, Помаши ручкой, улыбнись, Открой рот, скажи что-нибудь. Не можешь Сказать Тогда пой! И у тебя есть место под солнцем. Вот тут-то и случился сон наяву. Любимый сон. Все началось со счета. Бан, ту, три, фоу! Занавес распахивается, И на сцену выходит стройный джентльмен С белыми волосами и значком Говорит Лондон. В два голоса в микрофон Они Они То есть он и Лондон Говорят, как песню поют. А я в этот момент дремую. Дорогой Коля, слышу я, Я знаю, что твоя любимая вещь I'm only sleeping. Но поверь, Я не собираюсь тебя будить. Я просто хочу показать тебе шоу, В котором будешь участвовать И ты, И твои друзья. Помни, Есть условия. Ты должен Делать все, Что захочешь. С кайфом И обязательно досмотреть сон, То есть шоу до конца. Пока! Мы еще встретимся. Он уходит И на сцену быстро выскакивает Элвис Пресли, король! Он весь в белом И с фокустической гитарой. У меня рот растягивается в улыбке. Я продолжаю дремовать. Вот это да! Хелло, Коля! Спокойно говорит Элвис И начинает петь Мэнфис Теннесси. Отлично! С оттяжкой! Весь сразу как-то задвигался. В ведро заходило. Лондинсонс информэйшн Гив ми Мэнфис Теннесси! Хелп ми файнди пати Трай ту гетс ин тачь виз ми! Я сразу поверил и глазам, и главное ушам. Аппарат грандиозный. Аппарат грандиозный. Звук кристально чистейший. И тут не успел я еще сообразить, именно вдруг, рядом с Элвисом, из воздуха, наверно он прилетел, появляется мой дорогой Джонни. Гитару держит за гриф, косится на Элвиса. Очки блестят, джинсы, курточка кожаная, рубашка какая-то смешная. Я его хорошо запомнил, ведь я глаз не открывал. Он махнул мне рукой, и мне захотелось. Нет, пускай Элвис допоет. О, Боже! Элвис остановился и, хлопнув, как своего Джона по плечу, отступил на шаг. Джон сразу взялся за гитару обеими руками и придвинулся к микрофону. В упор смотря на меня. Тонкие губы задвигались. «Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing is getting hung about. Strawberry fields forever!» Запел Джон. И я, не открывая глаз, встал из кресла и шагнул вперед, еще вперед. В таких случаях жизни, когда я потрясен, я обычно плачу. Но здесь не смог. Я, мне захотелось до него дотронуться. Я почувствовал космическое, неземное спокойствие. Это бывает со мной, и тоже редко. Но бывает. И это было, как при сотворении мира. Покой вошел в самую душу. Когда раздался звонок. Телефон. Я открыл глаза. Медленно взял трубку. Незнакомый голос. «Хелло, Коля! Моя фан-клуб не хочет спонсорить вас, чтобы приехать в Ингланд и Америку!» Со странным покойствием я отвечал. «Да, great, ok». Это был звонок президента Элвис Пресли фан-клуба из Лондона. Сида Шо. Это был действительно звонок оттуда. Когда-то батя будил меня по утрам в школу словами. «Вставай, Калюня! Тебя ждут великие дела!» А я упорно и долго делал вид, что ничего не слышу. Я просто хотел спать. Но не сейчас. Сразу же после разговора с Сидом, как окачанный холодной водой, я слетел снар и начал метаться по жизни. Я потерял покой, который мне совсем недавно снился. Отчаянный восторг вошел в меня. Мотор застрекотал, и руки замахали. Я полетел. 8 октября, накануне, Я сел на светящиеся огни Лондона. Началось мое путешествие в Мекке рок-н-ролла, Ливерпуль и Менфис. Начался Мэджикл Мистери Тур. В самое сердце музыки, которую я люблю и о которой только и помышляю. И был это великий 1989 год. С охавкой рос. Я вышел из самолета и ступил на землю Битлз. Целая сумка подарков ждала Сида Шо, милейшего англичанина и моего брата в музыке. Попав в первый раз в свободный мир на запад, да сразу и в Англию, я был ошарашен. Я сам изменился, разыгрался, начал прыгать, время от ремни свистеть четыре пальца, валяться на земле, выкрикивать коронные рок-н-рольные фразы. В общем, я делал то, что хотел. А главное, я обезумел от обилия музыки вокруг. Каждая мелочь, фотография или значок, пластинка или книга, связанная с Битлз или Элвисом, или с тем, что мне было по душе, отправлялась в мой чемодан. Как будто кто-то сказал, ешь как следует, наедайся впрок, скоро ты вернешься и опять будешь голодать. И я отвел душу. Когда я возвращался назад, после трех недель в Англии и Америке, в лондонском аэропорту, меня не пропустили, ибо вес, то есть точнее перевес моих чемоданов, был запредельный. Это была пища для души. Музыка. Конечно, милейший сит все уладил, и я благополучно carried that weight в Питер. И вот, с тех пор прошло уже почти 20 лет. Я сижу, листаю альбом, я весь трясусь, I'm all shook up, с фотографиями и статьями, и с упоением вспоминаю каждый момент, лицо или настроение. Как хорошо! Как славно, что Бог послал людям музыку, которая сильнее всех наших слабостей и подозрений, проблем и политики, и ненависти, и газет, и границ, и молодости, и старости. Музыка – это любовь. А любовь, Божья любовь, покрывает все наши грехи. Есть такая мысль в Евангелии. Любовь нуждается в том, чтобы мы ее показывали, не прятали. Мы, люди, тоже нуждаемся в этом. Вот дела и вещи, которые я выдавал в Англии и Америке в октябре 89-го года из любви. И только из любви. Это был мой час и моя воля. И делал я это в первый раз в жизни. Первое. Я вступил на землю Англии с охапкой роз. Второе. Я участвовал на встречной пати в фан-клубе Элвис Ли Йос в Лондоне. Третье. Я встретил день рождения Джона на его земле. Четвертое. Я выступил по радио и ТВ Лондона. В эти дни меня представили, как посла рок-н-ролла из России. Пятое. Я побывал в Элвис-центре в Блэкпуле. Совсем недалеко от Ливерпуля. Шестое. Я прокатился на настоящем шикарном Роллс-Ройте. Седьмое. Я провел блаженные часы в Ливерпуле. Восьмое. Я был в Каверн-Хлабе, в Леннон-Баре, в Битлз-шопе, на Пенни-Лейн. Девятое. Я встретился с Алланом Вильямсом, Эдди Портером, с супер-экспертами Битлз в Ливерпуле. Десятое. Я стоял на коленях перед домом Джона. Я сделал в этот момент клоток русской водочки, специально взятый из Питера и перекрестился. Одиннадцатое. Я катался по земле в листьях Строфберифилд. Двенадцатое. Я был в гостях у Джо Фленнери. Фленнери. Полежал на диванчике, на котором спал Джон. Тринадцатое. В Лондоне я купил за 27 фунтов blue sweat shoes и тут же их одел. Красотища! Какой ход! Четырнадцатое. Я был в лондонском рок-цирке. Пятнадцатое. Я купил джинсы в первый раз жизни и тут же в магазине их одел. Шестнадцатое. Я был в парламенте. Стоял на месте, с которого обычно глаголят премьер-министры. И я крикнул «Лонгли в рок-н-ролл!» Семнадцатое. Я пил кофе на берегу Темзы у парламента с лейбаристом Остином Митчеллом, членом парламента, и пел с ним Мэмфис Теннесси в два голоса. Естественно. Восемнадцатое. Я был на вечеринке в ресторане Леннонс в Лондоне, которой владеет Синтия Леннон, первая жена Джона. И пел, опять же, конечно, Мэмфис Теннесси с рок-бэндом. Девятнадцатое. Я был на радио Би-Би-Си в программе Сева Новгородцева и стукнул каблуком блю свет чус по столу. Это было круто. Двадцатое. Пятнадцатого октября. Я прилетел в Америку. Двадцать первое. Я посетил дом короля Элвиса Грейсланд. Двадцать второе. Я стоял на коленях перед могилой сначала матери Элвиса, а потом и самого короля. Я два раза перекрестился. Двадцать третий пункт моего приключения в свободном мире. Я стал почетным гражданином города Мемфиса, округ Шелби. Это город, в котором находится дом рок-н-ролла, дом Элвиса Грейсланд. Двадцать четвертое. Я получил доску со словами «Russia's number one Elvis fun». Это мне вручил мэр Мемфиса. Двадцать пятого. Я был в Тиупола в белом домике, где родился Элвис. Везде даю интервьюсы, а здесь еще и для канала Sky. Двадцать шестой пункт моего приключения в Америке. Был в Нэшвилле. В мэрии было торжество, да еще такое, что у меня чуть худо не стало от обилия всяких кайфов. Двадцать седьмое. Я целовал ручки тетушки Элвиса. Двадцать восьмое. Я общался с американским полицейским прямо на улице. Первый раз в жизни полицейский не напугал меня, а наоборот ласково спросил «Do you like Элвис?» На что я ответил «Oh yes, of course». Двадцать девятый пунктик. Я познакомился с кузином Элвиса Харальдом Ллойдом. Мы мило посидели в ресторане «Шони». Сид и Аркадий, мой друг, который прилетел из Нью-Йорка, составили нам отличную компанию. Тридцатая. На вечеринке в Мемфисе, в гостинице, где мы поселились, я спел «Memphis Теннесси» и, конечно, «All My Loving» на бис вместе с бэндом Линды Гейл Льюис, сестры Джерри Льюиса, великого рок-н-рольного пианиста. Тридцать первое. Я слетал в Лас-Вегас и мне удалось даже выступить в шоу «Legends» «In Concert». Это типа шоу двойников. В семидесятые здесь выступал сам король. Сейчас двойники. После того, как я не попал, но все-таки спел «Memphis» в то, первый раз с местным бэндом в зале две тысячи человек примерно было, бы царилась странная тишина типа хохмы. Только один голос громко сказал «Гуууу», двойник Элвиса после этого посвятил мне his latest flame Хит Элвиса. Тридцать второе. Чуть не встретился с женой Элвиса, но она не приехала. Это была вечеринка в одном из пабов Мэнфиса. Тридцать третье. Я прокатился на колесном пароходике по Миссисипи-Риве. И тридцать пятое. Я получил столько подарков, что еле увез больше всего любви. Лав. Ни одной кайфоломки. Только лав. Везде лав. Лав. Всегда. Повсюду. Лав. Лав. Форева. Спасибо всем. Год блэс, Америка. Вот несколько отличных кадров, сделанных в Ливерпуле и Мэнфисе, где добрые люди, фаны Элвиса, для его друзей и родственников благосклонно меня приветствовали, обласкали и награждали всяческими подарками и кайфами. Вот это было в Ливерпуле. Вот друг Брайана Эпстайна, Джо Фленнери и преподобный Алан Виллис, первый манеджер Битлз, который приезжал позже к нам. Вот дом Джона, перед которым я стою на коленях. Вот Харрольд Ллойд, племянник Элвиса. Вот рекламный щит, на котором написано Элвис. Фаны Мэнфиса приветствуют Васю Колина в Америке. А вот я пою с бэндом Линды Гейл Льюис, сестры Джерри Льюиса. Это был отличнейший момент в жизни. А вот памятник Элвису в центре Мэнфиса. Элвис с гитарой стоит на веки, приветствуя посла рок-н-ролла из России. Я досмотрел сон до конца, но он не закончился, потому что такие сны обязательно контроль. Они продолжаются. Они держат душу, как праздник жизни, как вечное святое веселье, альтернативы которому нет. Мой любимый сон стал предтечей храма любви и музыки, который вылетел из моей души, как песня на следующий год. Праздник продолжается! Dream come true! Viva Las Vegas! Keep on Memphis, Tennessee! Вот это была 18 глава. Любимый сон. Но мы продолжаем. Мы учимся.